Субтитры сделал DimaTorzok Классные для того, чтобы стать рыцарем, да и просто подуращиваться с друзьями в любом возрасте можно, весело, они безопасные, классные, легкие, удобные, в принципе прочные, но единственное, что у меня вот это как-то считаем что-то лежало и остались какие-то вмятины, понятное дело, но это игровая штука, хоть и не дешевая, но в лего ничего не бывает дешевая, но в принципе, привет кот! Хочешь сделать обзор на Некса? Итак, здравствуйте! Это... Ладно, иди... Это такой вот щит и меч Далее, что у нас появилось нового? Ну, во-первых, у нас появилась новая булава Булава Мэйси, типа Типа булава Мэйси О, шерсть от тебя летит Булава Мэйси появилась? Появилась где? Я пока увидел только в Мире Кубиков, но может и в других магазинах чуть позже появятся Они обычно в первую очередь что-то у них происходит Ну, ты не будешь мешать мне делать видео, давай ты просто посидишь где-нибудь рядом Окей, спасибо Булава Мэйси сделана по такому же принципу То есть, она тоже из вот этого вспененного материала и с двух сторон Тут получается даже больше, чем с двух сторон Но нет, каждая половинка обклеена вот таким... Такой наклейкой Я не знаю, как это правильно назвать, но это не отклеивается, не сдирается, ничего не происходит Очень прочная штука Сама булава вот интересная Некоторые говорят, что как ей сражаться, она вообще не поломается Да нет, я вам скажу Ну, опять же, сломать можно всё, что угодно Но это прочная вещь Это вообще-то прочная вещь Это такая мощная булава Можно сражаться булавой против меча Пока вот появилось оружие... не знаю, появится ли оружие злодеев Ну, вообще, было ли у Лега оружие злодеев, если кто знает, напишите Булава лёгкая, удобная, в руке лежит классно Выглядит прикольно, такой с булавой, энергетической Но немножко не сбалансирована, верхняя часть большая И она вот так вот гнётся Я не знаю, сломается она через какое-то время или нет И теперь по поводу Некса Давайте сразу покажу вам Это два наборчика Некса-рыцари Рыцари и Некса-злодеи То есть это джестер-злодей Это для того, чтобы создавать армию Скорее всего, очень дорогие наборы По цене они прям дороже даже Или столько стоят, сколько небольшие наборы Некса-найтс Здесь четыре фигурки, немного оружия Оружие тоже спорное В общем, мы сейчас их внимательно на них посмотрим Итак, друзья, появились два таких сета Да, это новые сеты Лего Некса-найтс По четыре мини-фигурки и оружие Это рыцари и демоны Это, я считаю, что только исключительно нужны они, если вы набираете армию Если вы не набираете армию Я не знаю, зачем эти фигурки Стоят они очень дорого По 1100 рублей, да, по-моему Эти наборы сейчас в мире кубиков И за эти деньги можно купить наборчик Где будут две, например, мини-фигурки, постройка А если будут акции чуть позже То вообще можно два таких набора купить Серьезно За стоимость А то это практически В общем, ну, опять же Кому-то, может быть, нужны мини-фигурки Кто-то набирает армию для стенда Для того, чтобы сделать красиво все Или вы хотите сделать такую демоническую армию Или армию рыцаря Это тоже важная вещь, потому что многим это интересно Сделать именно армию рыцарскую Некса Или армию демона Давайте рассмотрим вначале рыцарей Четыре рыцаря И тут у нас еще оружие И одна Некса сила Здесь есть Демонов обделили, кстати, Некса силой Давайте рассмотрим, что же это за мини-фигурки Вскроем упаковку Как она вскрывается Просто, я так понимаю, отклеивается Такая вот необычная О, ну, это моя Участь всегда так открывать коробки Вот, значит, сет у нас Четыре мини-фигурки Все Пывалим И вот оружие Здесь инструкция по тому, как, видимо, собирать оружие Ничего нету А, нет, вот внутри есть Окей Здесь вот Некса сила Смотрим, одна есть Здесь есть Некса сила Я ее показывал Она, по-моему, в наборе чуть ли не с Мерлоком там была Это Некса сила Или с Мэйси В общем, не важно Это Некса сила Есть Некса сила Ее отсканировать Чуть позже покажу Фокус, чтобы не перенастраивать Мини-фигурки Мини-фигурки Рыцарей Они классные Эти мини-фигурки Мне вообще нравятся Мини-фигурки Рыцарей Но фигурки Рыцарей-то Кажется одинаковыми Но на самом деле Различаются Эти мини-фигурки Рыцарей Во-первых Это их Внешний вид Например, вот два таких Возьмем этих рыцаря У них разный цвет брони Шлем у одного и другого Вот одинаковый Разный цвет брони Здесь серебряная Здесь голубая Разные принты Я вижу Разные даже руки И перчатки Разного цвета И цвет принтов И даже вид принтов Разный Сзади Вот что здорово У нас на четыре пина Держалка для брони Вот эти вот Дополнительных элементов То есть можно сделать Такой практически Свой собственный Ультимейт Вариант какой-то Единственное, что Не полупрозрачные детали будут Но очень хорошо По четыре пина Здорово Давайте посмотрим на лица Вот первое лицо Здесь одно лицо Второе лицо Он ухмыляется Брови вздернуты Злой Брови вздернуты Такие Вот такой рыцарь У второго, наверное, такое же выражение лица Нет Другое выражение лица Это вот второй Еще такой положительный момент Смотрите Здесь разные выражения лица У рыцарей По два выражения И они разные Есть такое дело Давайте сейчас принты покажу вам Какие Чтобы вы тоже посмотрели Принты Вон эти лицо на спине Это всегда добавно Принты здесь Оуу, бежал Голова Стой И принты здесь То есть принты И спереди И сзади У рыцаря Разные По крайней мере У этих двух У этого рыцаря Другой шлем выражение лица вот эти два рыцаря они одинаковы у этих двух одинаковая броня и выражение лица а вот этого другое ну и конечно же здесь есть маленький бот он смешной он уже собран классный у него тоже два выражения лица ну как стандартного бота шлем и прикольный прикольный бот него тоже очень хорошо давайте посмотрите что за оружие и дадим рыцарям и так тут идет простое копье самое простое затем тут идет меч обычный и рыцари с некса щитом а вот разве и обычные рыцари носят некса щит но не знаю но будет почему кстати снег со щитом и выглядит классно может быть они все потом будущих сезонах будут ходить снег со щитами окей и что у нас есть вот такое копье с лезвием меча принципе простенькая но к этому к этой мини фигурке но отлично подходит как по мне то есть выглядит он очень хорошо с этой с этим копьем действительно и есть вот такой топор который полностью халтура я считаю смотрите еще он состоит он состоит из вот такой ручки затем вот такой детали типа бластера и лезвия топора это просто какой-то кастом я не знаю детский что это за топор это я считаю вот прям не честно такая поступили они но да ладно в принципе сет неплохой здесь рыцари броня разные принты у некоторых рыцарей здесь вот есть интересная вот так вот четверочка то есть сами по себе если бы они не стоили так дорого как принципе любой наверное набор лего это очень хороший набор для пополнения вашей рыцарской армии например мне так вообще подойдет я вот собираю потихонечку армию и мне кажется что это самый хороший вариант который есть сразу по четыре рыцаря чуть-чуть подешевле стоил раза в два монстров обделили нексосилой то есть нет у них нексосилы могли бы потому что все равно наборах то с ультимейт персонажами были нексосилы у монстров тоже ну а здесь почему-то не дали обидно немного и вот наши монстры монстры конечно классно выглядит и так монстры самое обидно что здесь два одинаковых шлема ну вот такой сайт нужны разные вот это первый монстр с двумя выражениями лиц злобный и тоже злобный менее злобный более злобный шлем классный но зато они классные то положили два классных шлема я считаю они подойдут не только для nexon для каких-нибудь других ваших коллекций второй монстр у него уже видите тут какие-то шорты ободранные не повязка или что-то еще если у этого были штаны то у этого ноги голые наплечники и тоже два выражения лица третий монстр давайте вот это покажу этот монстр здесь такой шлем с рогами тоже уже собранный тоже наплечники имеются сзади принты и два таких выражения лица и четвертый монстр не знаю почему-то мне больше всех нравится потому что наверно в таких наплечниках и принты у него полностью он такой черный запринтованный спереди сзади одно выражение лица и и ракес резиновый паричок а вот оружие у монстров мне нравится копье с трезубцем далее лучника ну понятно здесь все кстати у него забыл сказать колчан но вы увидели и лук деревянный вот этот топор мне нравится в отличие от топора у nex рыцари и вот у этого вообще тут когтистая такая перчатка а-ля росомаха и булава в принципе оружие у монстров крутое единственное что можно было бы положить с запасом вот честно можно было россыпь ниндзяга не жалеют россыпь оружие различного во все наборы класть а здесь почему-то ну вот как-то так вот ограничено очень вывод что сеты сами по себе интересные но вот понравятся они вам или нет или согласны вы за такую стоимость их покупать то напишите в комментариях мне интересно узнать как бы компания лего или мир кубиков нормально как бы оценивают свои шансы на продаже этих наборов я думаю что раз выпустили значит нормально скорее всего кто-то покупать да будет что еще крутейшего ну вот щит классный но дело в том друзья что появилось оружие новое ниндзяга это щит ниндзяга и это как видите с символикой пиратов это просто супер здесь этот череп перекрещенные катаны какой-то вот здесь такой пояс флаг намотан здесь на этот щит и деревянный якобы сам щит квадратный классный крутейший щит очень крутой то есть вот можете сравнить их по размеру этот более такой классический щит понятно а этот квадратный щит но во первых он удобный он удобный он легкий у него сзади такая же ручка как и у того он также сзади ничем не вклеена то есть вот сделан так и спереди но как он выглядит как этот внешний вид общий можно его на стену куда-нибудь повесить будет классно выглядеть с пиратским флагом я считаю что это отлично тоже стоит прилично там 1100-1200 рублей такой щит стоит но в принципе это классная игрушка функциональная и кого интересует вполне себе можно взять еще появилось еще крутейшество это оружие ниндзяга из новой серии по новой серии новинка это не просто оружие это это у нас это джин клинок и он сборный и сейчас я вам покажу смотрите тут у нас получается как бы вот эта часть ее можно использовать как топор вот эту частью можно использовать как меч а еще можно сделать такой длинный меч или копье что-то вроде этого сзади нарисовано как это все можно комбинировать можно по-разному совершенно можно переворачивать можно соединять можно отдельно детали какие-то использовать и давайте посмотрим как это собирается и как это смотрится потому что только недавно говорили в обсуждениях с широ что неплохо было бы чтобы сделали они по новой серии оружие ниндзяга и тут я в магазине увидел вот это и решил вам конечно же сразу показать и так вот у нас тут получается две такие части первое это меч как вы можно использовать как меч спокойно он конечно не такой мощный как вот этот видите такой маленький меч практически нож а этот ребенка будет отличный меч если взрослый вдруг кто-то будет поиграться его на стену прикольно тоже повесить будет если увлекаетесь лего или где-то на полку поставить и вот эта часть посмотрите не вначале покажу вам принты внимательно посмотрите здесь все сделано такие как бы энергетические линии почти такие молнии тут надпись ниндзяга и и лего и все больше ничего нету здесь же вот вторая часть то есть у нас получается как бы два в одном два в одном можно использовать как топор а это как меч и сражаться купили одну вещь и сразу у вас два можно если с другом или там с братом или с папой кто-то играет то есть вот у вас сразу два оружия получились плюс она очень круто здесь очень крутые наклейки но вот эти принты будем называть их так здесь у нас это кай заточенный в этот клинок такой череп с одной и с другой стороны это изображение далее сама рукоятка она сделана под дерево и обмотана как бы такой красный красный красной ткани плотно плотно эти две части они не снимаются просто как будто такие лезвия но если вы захотите вы можете достать эту палку у вас будет щипалка похоже на гриф для гантелей и вот остается эта часть написано что вы можете например сделать если вам для удобства вы хотите можно сделать вот так это будет выглядеть как уже немного другое оружие почему бы нет такой топор то есть прям так вот рубить можно дрова поролоновые и держится он на таких прибристых зубчиков здесь с этой стороны с этой стороны можно соединять и мы просто соединяем вот и право плотно держится нужно усилие применить чтобы чтобы рассоединить держится очень плотно и хорошо не знаю насколько таких хватит но вполне себе теперь мы что делаем мы соединяем эту часть этой и у нас получается просто гигантское копье я камень в кадр даже целиком так не влезать надо немножко подальше держать у нас получается такое оружие а явно если вы какие-то такие устраиваете турниры домашние или с друзьями то вы удивите этим оружием всех потому что вы пришли а у вас тут целая вот такая вот штуковина прикол еще в том что вы можете сделать вот такой клинок оба на это уже получается какая у нас комбинация третья дали четвертый комбинация 1 2 3 0 3 это четвертая комбинация у получается вы можете сделать вот с такой короткой ручкой клинок и при этом у вас эти топоры остаются ну и если вы захотите перевернуть то же самое будет. Мне кажется, это прям прорыв в мире вот этого оружия у LEGO. Если они будут выпускать ещё, я бы хотел ещё другие, показать вам, посмотреть самому, и это, мне кажется, реально круто. Это реально интересно, увлекательно, и выглядит ещё отлично. И всё это сделано очень надёжно и прочно. Хоть это не дешёвая штука, но вместе это смотрится всё, когда это всё вот так устроено, это всё смотрится действительно классно, интересно, надёжно и красиво. И ещё это здорово выглядит. Можно тоже повесить его на стену где-нибудь, и в таком вот ниндяговском стиле будет висеть у вас оружие. Тут вот Nexo будет висеть, щиты меньше, а тут ниндзяга будет висеть. Можно использовать, не знаю, щит и вот это оружие. И о-па! И защита! Ну-ка! Ну-ка! Лего! Или как в трёхсот спартанцах! Пшш! Пшш! Это Ниндзяго! Вот, друзья мои, такие вот на линочке у Лего. Я надеюсь, вы довольны, что я вам показал это. Сегодня это пока можно найти в мире кубиков, и в рамках рекламы просто больше нигде не видел. Но в других магазинах, я думаю, может быть, тоже появятся чуть позже, а может быть, они как бы эксклюзивно будут там только продаваться. но вещь классная. То есть, ну, мир кубиков сами загуглите. Я думаю, те, кто знают про Лего, все сами знают, что такое мир кубиков. А так, очень крутые. Дорогие вещи, конечно, я не спорю, это дорого, но это классно. Это дорого, но классно. Если есть деньги на это, если желание такое купить, то это будет оправданная стоимость. Единственный недостаток этого всего, вот в таком положении, мне кажется, тонковата вот эта часть, опять баланса нет, и я не знаю, насколько прочный этот поролон. Я не хочу его тестировать на прочность, на изгиб, сломается он или нет. Если у кого-то ломались подобные, по подобной штуке, то напишите мне. Вот, друзья, все вам показал, все рассказал. Надеюсь, на вашу поддержку поставьте лайк, если вам был полезен, интересен этот выпуск про оружие новое у Лего. Ниндзяга оружие, Некса, булава и фигурки Некса. Новые два набора, два наборчика новых. И скоро-скоро уже июль, да, будет у нас новый набор Некса. Ждем. Все, всем пока, всем удачи. Не знаю, мне понравилось, я доволен остался. Круто. Пока-пока, удачи. Чу! Субтитры подогнал «Симон»!